Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 6 июля, я продолжаю рассказывать вам о различном формировании, о методах, о способах, в зависимости от сортов, от условий выращивания. Вчера я говорила, когда снимала видео, с чего начинать формирование, я говорила, что вам перед тем, как придумать, как формировать, там в один-два ствола вообще не формировать, нужно решить, на что будет направлено ваше формирование, или вы будете получать крупные плоды, но их будет меньше, и тогда нужно формировать тщательно, или вы будете не формировать вообще, не удалять пасынки, или применять умеренное формирование, тогда плодов будет много, они будут мелкие. Сейчас вот покажу сорт Настенька, который можно и вообще не пасынковать, применить умеренное пасынкование, применить тщательное пасынкование. Расскажу, какие способы применяем мы когда. Для тех, кто не знаком с этим сортом, напомню, что это среднеспелый, низкорослый сорт сибирский, он крупноплодный, он для открытого грунта, и может расти в теплицах, куст детерминатный, 55-70 сантиметров, плоды сердцевидной формы, вот такие вот как бы вытянутые, видите, они вытянутые, они розового цвета, они бывают очень крупные, до 300 граммов, мясистые, у них высокие вкусовые качества, урожайность 12 килограмм на метр квадратный может быть, но это при соблюдении всех вот этих агротехнических приемов, при подкормках, и написано на плачке, возможно, выращивание без пасынкования. Как он выращивается без пасынкования, я вам потом покажу. Вот в первой теплице он у меня выращивается с умеренным пасынкованием, то есть я до первой кисти вот это вот все убираю, а потом следующие, какие пасынки, там веточки, хоть их три ствола, хоть их четыре ствола, все они у меня остались, там очень-очень много цветов, очень много завязей, весь куст будет улеплен плодами, но плоды будут некрупные. Вот это у меня теплица номер два, в которой я выращиваю рассаду, и после рассады я тоже здесь высадила все томаты и сорт Настенька в их числе, но здесь я выращиваю ее по-другому. Здесь я применяю тщательное пасынкование, тут я это делаю для укропнения плодов. Вы видите, какие здоровые плоды. Вот она Настенька, вот моя ладонь. Вот эти плоды, они такие будут крупные, но их будет поменьше, не как в первой теплице, где все улеплено. То есть, несмотря на то, что его можно выращивать без пасынкования, я буду удалять все и буду его вести по той же схеме, как и остальные крупноплодные томаты. То есть, я вот этот ствол, нижние листья до первой кисти удалила, он у меня раздвоился, и я теперь его буду вести в два ствола. И все лишние, вот появился у меня тут пасынок, ой, сейчас, подождите, вот появился пасынок, я его буду удалять, я буду именно оставлять только два ствола. Хотя вот здесь тоже, вот видите, пасынок уже с цветочком, я буду удалять для того, чтобы Настеньки были крупные. Если я этого не сделаю, их будет очень много, но они будут небольшого размера. А мне нужны именно, вот, видите, висят, вот они, вот это будут огромные такие Настеньки. Конечно, при таком размере плодов их будет не очень много. Их вот, смотрите, висит на первой кисти две, потом на следующей будет также две или три. Это все делается для укрупнения плодов. Вот это тот случай, когда детерминантный, низкорослый сорт, который можно вообще не посынковать, можно посынковать умеренно, только до первой кисти, я выращиваю вот с таким посынкованием тщательным, для укрупнения плодов. Поэтому, еще раз повторю, что перед тем, как начать формировать куст томатов, вы должны подумать, что вам нужно. Или крупные томаты, но их будет меньше. Ясно, что при таком размере их будет. Ну, оставлю я их 5 кистей, там вот по 2, по 3, ну, что к 10-12 может быть будет. Если бы я оставляла все плоды, вот как в той теплице, но потом я вам покажу, их будет море, их будет 5-6 вот таких стволиков, на всех будут эти Настеньки, но они уже не будут такими огромными. Вот у меня там будут среднего размера, их будет много, а здесь будут крупные. Все. Вот я вам показала сорт Настенька, потому что многие люди, которые купили у меня в прошлом году семена Настеньки, они все спрашивают, ну, не только про Настеньку, про все другие, как формировать этот ствол, ой, этот сорт, удалять ли листья, удалять ли пасынки. Я вам вот сейчас буду все-все объяснять, но вы уже поняли, что любой сорт можно формировать по-разному. Вот этот пример, когда тот сорт, который можно не посынковать, я посынкую тщательно, вы можете тоже, если вам нужны крупные сорта, ой, крупные плоды, введите в два ствола, как обычный томат, формируйте так же, удаляйте лишние листья, удаляйте все лишние пасынки, но если вам не важно, если вы не гонитесь за крупноплодностью, Настеньку можно вообще не формировать. Удалить просто нижние листья, чтобы фитофтора не залезла к вам, и все, и оставить все. Ладно, не буду вас задерживать. Вот это тот пример, когда Настеньку я формирую в два ствола для укрупнения плодов. Покажу потом, как кусты будут выглядеть при другом виде формирования этого же сорта и тоже в теплице. Просто там будет умеренное посынкование только до первой кисти. Остальные все 5, 6, 7 и 8 стволов, которые вырастут, я не буду трогать, будет много плодов, но мелкие все. Продолжение следует...